Ярославль хочет получать больше средств из Дорожного фонда области. В 2015 году заявка областного центра может вырасти на 200 миллионов рублей. С такой инициативой к региональным властям вышли городские. Представитель правительства Князьков Александр Львович нас поддержал. Теперь наша совместная задача убедить в этом и депутатов областной думы и получить поддержку при утверждении бюджета областного. Это позволит максимально реализовать запланированное, а в планах строительства улиц Строителей и Дядьковской, подготовка проектно-сметной документации по Ленинградскому проспекту и Суздальскому шоссе, ремонт проспекта Ленина и привокзальной площади Ярославля-Главного. Суммы запланированы на эти цели с бюджетом никак не соотнесены. Пока их можно назвать пожеланиями. Ключевое, на чем бы я просил всех сосредоточиться, и все фракции, и руководство муниципалитета, это на презентации этой программы областным депутатам, которые у нас идут от города Ярославля, и постараться сделать так, чтобы при рассмотрении бюджета на 2015 год, вот те цифры, которые мы запланировали, они действительно уникальны по сравнению к 2012 и к 2013 году, и к 2014, чтобы они все-таки прошли. Планы грандиозные в отношении ремонта дворов. В новом году подход будет комплексным. Планируют не только укладывать асфальт и учитывать наличие люков, но и устанавливать бордюрные камни, заниматься озеленением, предусматривать парковочные места. На следующий год все-таки мы предлагаем два слоя асфальта укладывать. В дворах нижний слой, там где-то 3-4 сантиметра, и верхний где-то тоже 4-5 сантиметров. Для того, чтобы уже, сделав, наверное, в двух слоях, мы все-таки надеемся, что на 10 лет, ну как минимум, проблему по этому двору снимем. Депутаты начинают более четко понимать, какие программы действуют, какие цели они преследуют, какие средства нужны для реализации тех или иных программ. Откуда эти средства берутся? Это же не только деньги муниципального бюджета, это деньги федерального бюджета, регионального бюджета. Поэтому мы как раз и стремимся разобраться до конца, что же все-таки делает исполнительная власть, и почему постоянно не хватает денег, и на чем этих нехватающих денег нужно сосредоточить в первую очередь. В третий и последний раз депутатские слушания пройдут во вторник. По итогам народные избранники должны будут дать мэрии Ярославля свои рекомендации по программам на ближайшие три года. Екатерина Бубнова, Георгий Иванов. День событий. Продолжение следует...